Привет, друзья! Меня зовут Сергей Куваев. Сейчас мы находимся в ресторане Джонасон. Это так называемый family restaurant, то есть фамилийный ресторан, семейный ресторан. Чем характерен семейный ресторан в Японии? Это такие большие сети, опять же, типа как мы говорили про гидоны, только эти рестораны немножко более высокого класса. И они в основном рассчитаны на посещение со всей семьей. Ну, либо на просто какой-то обед. То есть, опять же, здесь, так как это сеть, в каждом ресторане одно и то же меню практически всегда. То есть в любой точке Японии можно зайти в этот ресторан и будет одно и то же идентичное меню. Этих ресторанов тоже несколько, этих сетей. То есть есть Джонасон, есть Роял Хост, Гаст и Деннис. Вот эти четыре сети самые большие. То есть примерно они очень похожи друг на друга. И меню очень похоже, и, в принципе, атмосфера похожа, и цены практически не различаются. А, что там дальше? Что еще можно сказать про это? А где мы сейчас находимся? В Джонасоне. Да, мы находимся в Джонасоне. То есть можно вот как раз посмотреть на меню, да? Давай посмотрим меню. Вот у нас здесь есть летнее меню. Летнее меню. Написано, да? Чем у нас характерно летнее меню? То есть здесь у нас представлено так называемая холодная лапша у нас в центр. По-моему, это Реймин называется. То есть летом, так как жарко, горячую лапшу есть не очень подходит. Поэтому холодная лапша. Так, что еще? Ну, и стандартный, в общем, набор блюд. Биштексы, стейки, курица, рыба, спагетти и японские какие-то блюда еще есть. То есть, в принципе, на любой вкус здесь можно найти обычные такие стандартные блюда. Также алкоголь есть. Пиво, вино и десерты. То есть, если вы, допустим, оказались в Токио и не знаете, куда вам пойти сейчас поесть срочно, а вы там не знаете, подойдет вам какая-то еда, поймут ли вас в ресторане или нет, то, в принципе, фамильный ресторан – это хороший выбор. Потому что здесь меню всегда понятное, интуитивное. Картинки есть. То есть, можно очень просто выбрать. Выбрать курящие места или не курящие места. И все. Пришли, заказали и кушаем. Также особенность с фамилией ресторанов – это дринк-бар. Дринк-бар – это когда вы платите фиксированную сумму денег. Вот здесь. Вот он, да. Фиксированную сумму денег, скажем, здесь у нас сколько? 260 йен. 270 йен. А, да, 273 йены. И вы можете из дринк-бара брать сколько угодно напитков любых. То есть, там, как правило, соки, чай, кофе, японский чай матча, кока-кола и так далее. То есть, это очень удобно, если вы, допустим, пришли надолго, посидеть там несколько часов, то вы можете взять дринк-бар за 300 йен и сидеть, пить чай по целый день. Как бабушки. Ну да, некоторые делают, берут на троих один дринк-бар, иностранцы. И без один дринк-бар на троих. В принципе, тоже. Я помню, когда я был студентом, тоже так делали иногда. Официанты, конечно, ничего на это не говорят. Но, естественно, с японцами лучше так не поступать. То есть, если вы пришли в ресторан с японцем, если вы так сделаете, то у него будут как минимум круглые глаза и спорченное впечатление в представителях вашей нации. Вот, ну, средний чек здесь какой, да, 1000 йен. В принципе, на 1000 йен можно спокойно поесть. Так, здесь у нас еще один посетитель.